Всем привет! Сегодня у нас видео будет от подписчицы. Точнее, это небольшая маленькая история, и она ждет совета. Так что давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Я посмотрела ваше новое видео про большую разницу в возрасте и хотела бы тоже со своей ситуацией поделиться. Я профессиональная пианистка, органистка, учусь в Швейцарии. Я была бы очень рада, если бы вы смогли как психолог прояснить мне одну ситуацию. На 1 июля я пошла в посольство России голосовать насчет поправок в Конституцию. Рядом с русским посольством находилась немецкая. И в это время на улице был концерт от немецкого посольства. Так как я музыкант, была рядом и решила послушать, как играют на инструментах коллеги. Вдруг мимо меня проходят 3-4 дипломата немецких, но только один из них посмотрел на меня и улыбнулся. Они встали передо мной моими русскими знакомыми. Во время концерта этот дипломат повернулся назад, нашел меня взглядом, улыбнулся. И после выступления музыкантов он ко мне подошел, узнал, не из русского ли я посольства, потом спросил, что я здесь делаю. Я сказала, что я учусь здесь на пианистку и органистку. Выяснилось, что он очень любит тоже классическую музыку и дал мне свою визитку. Рядом мои русские знакомые к нему тоже позже подошли, сказали, что они тоже музыканты, но он визитку свою не дал. Через несколько дней он спросил, когда у меня ближайшие концерты. Я ему скинула дату координаты, где я выступаю. После концерта он подошел ко мне и сказал, что если я хочу, то могу ему написать, и мы сходили бы вместе куда-нибудь пообедать. Так и случилось. Через неделю мы встретились, пообщались. Он очень интеллигентный человек, умный, культурный. С августа мы с ним видимся практически каждые выходные. Ездили гулять в соседние города, просто город и маршруты изучили, ели, обсуждали литературу и творчество. Я понимаю, что у нас разница в возрасте 40 лет, но меня это не смущает. Он мне очень нравится, я построила с ним семью, а он сам никогда не был женат, у него нет детей и вряд ли женится вообще, наверное. И сам не сказал, что я должна себе молодого парня искать и выходить замуж за швейцарца. Меня это очень ранило, я почти неделю проплакала, потому что я люблю только его. Я не могу разобраться только в одном. Я везде читала, что мужчина не будет просто так общаться или гулять, если ему женщина не нравится. Но дипломат заинтересован в прогулках, в общении со мной. Иногда я звоню и предлагаю встретиться, иногда он. И никаких намеков на интим даже не было. Поцелуй в щечку, он сторонится. Мы даже за руки не держимся. Мы просто ходим, гуляем, кушаем, но есть дистанция приличия. Но разве бывает так, что мужчине настолько скучно и нет желания уже создавать семью, что ему нормально то, что мы общаемся и гуляем, как друзья или коллеги? Получается, что просто ему интересно общаться и ничего больше не надо. Разве такое бывает между мужчиной и женщиной? Была бы вам очень благодарна. Так. Я хотела бы, да, отзвучить данную историю, как то, что я и сделала, и прокомментировать. Такой типа феномен. Но на самом деле здесь феномена никакого нет. Я не буду раскидываться версиями, предполагать что-то. Вам виднее, как вы с ним общаетесь. Однозначно, вы влюбились, вам человек приятен. Он может быть в вас влюблен как друг. Да, такое бывает. Первое, что вот у меня две мысли сразу, да, еще третья есть. Первая версия, мне стало за вас страшно. Может быть, это человек с огромными проблемами, психическими комплексами и всем-все-все-все прочим. Мне напомнил просто сразу, помните, того питерского профессора, который со студентками жил своими, и которую он убил. Помните, год назад в истории? Мне очень стало за вас страшно сразу. Второе, это мои мысли, да, эмоции, что я переживала, когда читала ваше письмо. Второе, это проблема, но я не скажу, для него эта проблема может быть. Может быть, он, скорее всего, просто действительно хочет быть другом. Ему это может быть интересно, потому что у него, возможно, другая ориентация сексуальная. Поэтому, как сексуальный объект, он вас не рассматривает. Поэтому он и говорит, ты должна найти молодого, хорошего парня. Я не был женат, мне детей не надо. У него другое в голове, понимаете? Я не знаю, с чем это может быть связано. Может быть, вы его привлекаете как женщина, может быть, он бисексуален, но там очень многое можно копать. То есть, никакой информации об этом нет. И вот в этих вот случаях, либо маньяк, извините уж, ну что, будем говорить правильно, да, правду напрямую, либо там вообще какими-то страшными своими, да, целями. Второе, у него другой сексуальный ориентир в жизни. Вы его как пассия неинтересны, но как подруга, как товарищ, музыка, искусство и все прочее. Трудно найти людей, которые будут с вами на одном уровне, таком интеллектуальном и духовном и развитом. Может быть, вы в этом очень понравились и интересны. Он поэтому из толпы выхватил, выцепил, скажем так. Вы ему понравились, заинтересовали его. И третье, это может быть человек социопат. То есть, вот эти отстранения тактильных связей, никаких поцелуев, дистанция определенная. Эти люди, социопаты, кстати, стало это очень модным словом, боязнь общества. И в прямом смысле, как диагноз социопатия, это в принципе вообще, когда человек боится выходить в общество, вы пугает все, ему хорошо наедине с собой. В принципе, он, скажем так, теряет себя, когда вокруг него поток людей, информации, и вообще вот эта жизнь, которую многим, как мне, например, да, социальная наша жизнь в большом городе Кипучем очень нравится. Такие люди вообще стараются отстраниться, уезжают жить куда-нибудь в деревню, в глушь, чтобы меньше было контактов с людьми. Потому что социопатию — это боязнь общества, это фобия определенная. Мне комфортно, они чувствуют себя очень плохо, когда вокруг них очень что-то активно происходит, и люди вокруг, вот эта жизнь в социуме, в обществе, им дается тяжело, и она их ранит, если так может попроще выразиться. Но такие люди могут иметь друзей, социопаты, они избирательны в своих, скажем так, связях, в общении. Почему? Ну, они выходят замуж, женятся, там, рожают детей. Если хотят, это индивидуально от человека, от его ситуации, от его страхов зависит. Но в любом случае, это момент, возможно, такой для развития, там, продолжения своего рода, как бы вообще окей. Что в вашем случае, я не знаю, не могу знать, потому что вы ничего про него не рассказывали. Я больше вижу, что вы влюбились в этого человека, и вообще на все для него готовы. Очень многие могут подумать, что вот, типа, когда девочка, 40 лет разница, как вы написали, меня это не смущает. Типа, у вас в многих людей стереотип срабатывает. Ой, с папой там что-то не так, поэтому на себе замену папа ищет. На самом деле, может быть, у вас с папой, наоборот, слишком все хорошо было, с родителями слишком хорошо, они вас понимали, принимали, вы вот в такую профессию пошли учить и сейчас. Я могу сказать, что, возможно, вы просто хотите почувствовать себя более взрослой, самостоятельной, просто родители в каком-то плане, они были тревожными, они вас оберегали, не давали вам достаточно свободы, и бессознательно в вашей голове срабатывает, возможно, механизм того, что я иду наперекор в какой-то части, мои родители были против, я иду наперекор их желаниям, они бы это не одобрили, это моя маленькая тайна, они же не видели, да, чем вы занимаетесь на учебе, в смысле учиться приехали, да, то есть свобода, строение моего я, я делаю выбор, поэтому он вас может привлекать, да, это поступок, который я совершаю без оценки своих родителей, либо ближайшего своего круга родственников каких-то, которые имеют на вас влияние в жизни. В общем, это то, что я как личность имею право делать, и, короче говоря, этому вот эти отношения и связь с мужчиной, который старше меня на 40 лет, это такой определенный криминал, интересный, жгучий, раззадоривающий, что мне нравится. Но с родителями при этом может быть все нормально в отношениях, просто родителям им давали достаточно свободы. Ну, я не скажу прям типа это протестная какая-то история, если бы был протест, вы бы родителям демонстративно это делали, задеть, чтобы их и показать это, а если вы это делаете втихаря, вас просто внутри это что-то там тешит, удовлетворяет, у вас повышается просто самооценка, вам это нужно. Я что хочу сказать? Я вообще за любую любовь, любую любовь, если эта любовь недеструктивна, если она вам дарит приятные чувства, эмоции, вы его сейчас в моменте кайфуете, у вас не будет боли, каких-то плохих последствий или еще чего-то, проблем, любите, пожалуйста, наслаждайтесь моментом. Когда, если не сейчас, мы это будем делать? Что касаемо его интересов, я пыталась объяснить, у него есть какие-то свои определенные вопросы, либо с его психикой, с поведением, его ощущением себя в социуме. Я бы честно сказала, с этим человеком и надо оставаться вот в таких отношениях дружеских, погулять, пообщаться не больше, держать с ним ухо востро, довольно-таки странный, интересный, но странный мужчина. Потому что он однозначно выбивается из социума своим поведением. Можно сказать, ой, да он просто не стереотипный, не такой, как все, он по-другому мыслит или еще что-то. У меня сразу, поверьте, главная задача психолога на первом приеме вообще понять, вот задача психолога просто познакомиться с человеком, понять его психическое состояние, вообще адекватно, есть ли у него психические заболевания, адекватно ли это человек. И буквально весна-осень, это всякие обострения, у меня неоднократно уже были ситуации, когда ко мне обращались психически нездоровые люди в бреду, с диагнозами различными, которых они еще сами не знают, я их отправляю к психиатрам в таком случае. И вот когда вы мне об этом истории-то писали, его описывали, у меня интуиция, скажем так, на это дело есть, я вам честно скажу, держите себя, скажем так, осторожно с этим человеком, в нем что-то такое есть, я бы так это описала. У меня, потому что просто интуитивно внутри полезли вопросы, у меня первая мысль про того из Питера, который руки, блин, простите, отрезал, что-то здесь, я так, у меня такой триггер какой-то, да, второе, социопатия, общество, контакты, держит на расстоянии, не был женатый, вот это вот все-все-все накладывается. Может быть, лучший для вас момент, честно скажу, всего этого, лучшая для вас, для вас лучшая ситуация, это если он просто другой сексуальной ориентации, вы ему очень интересны и приятны, как собеседник, как уровень культурный, эмоциональное развитие, как подруга, как друг, как товарищ, как может быть даже там партнер какой-то, я имею в виду в жизни, в социуме, приятно с вами общаться. Это очень хороший был бы момент, я только за. В остальных моментах будьте осторожнее. Что вы напишите, девочки, ваши комментарии в этой ситуации? Мой главный комментарий совет быть осторожней, постараться продумать всегда на шаг вперед этого человека, не расслабляться. А ты сейчас очень в расслабленном состоянии, готова вообще, позовет хоть куда, в ум с головой прыгну. Этого не нужно делать. Я под видео оставляю всегда почту, чтобы вы присылали свои истории, либо анонимные, для психологического разбора, или записывались на консультацию психологическому. Поставьте лайк под этим видео, поделитесь им с друзьями, мне будет очень приятно, и это полезно для канала. Спасибо вам, скоро увидимся, всем пока.